Сейчас посмотрим, что в ней. Алис, что происходит? Алиса, для хейтеров. Какую бы открыть? Что это? Мама! Я думаю, про это нужно обязательно снять отдельное видео, реакцию животных на это. Когда я увидела этот пакет, среди всех пакетов, я просто, ну не могу же я его не открыть. Привет, ребята, я Энни Мэджик, и сегодня будет распаковка автобуса подарков от Мэджиков с фан-встречей в Москве, которая проходила на фестивале Pet Shop Days. Да, я думаю, она слышит, как вы готовы ее встречать. Аня Мэджика, под ваши аплодисменты! Аня, вы готовы? Аня, вы смотрите, вы смотрите! К сожалению, мне выделили не так много времени, чтобы успеть сфоткаться со всеми и раздать автографы всем. И вас было так много, что мне кажется, это даже физически просто-напросто невозможно. Но я сделала все, что могла. Я пробыла там гораздо больше, чем должна была. И ребята из Pet Shop Days, как и обещали, прислали мне сюда, из Москвы, микроавтобус с подарками от Мэджиков. И сегодня мы их будем распаковывать. Я уже показывала, что у меня был завален весь балкон. Вот как-то я перенесла тут все эти подарки в комнату. Тут они в два слоя лежат. И вот вторая сторона. Там еще коробки огромные. Ну как-то я вот освободила проход. И чтобы ребята где-то здесь со мной все-таки были. Очень жарко. И уже вечер все набегались и решили просто полежать. Кстати, заодно пока распаковываю, буду с вами болтать на какие-то жизненные темы и отвечать на некоторые вопросы. И начать я хотела вот с такого вот большого классного покемона, которого мне подарили на встрече. Он очень прикольный. Такой вот большой. Это в честь моей собаки, которую я называю покемон Юмичу. А еще, когда я стояла на сцене, кто-то, не кто-то, а тут написано от Чекалина, как я понимаю, выбросил мне вот такой вот Angry Bird прямо практически в руки. Кстати, ребят, ставьте лайк этому ролику, если вы тоже, как и я, любите подарки и распаковывать их. И обязательно пишите в комментариях, из какого вы города. Потому что я планирую побывать этим летом не только в Москве и в Питере, кстати, в июле я буду, но и поехать в другие города. Поэтому мне важно знать, откуда именно вы. Сегодня я передаю привет Диане Коротковой, победительнице нашего конкурса в группе ВКонтакте. Приветик. Яна, которая в прошлый раз была на фан-встрече, подарила мне целую сумку со всякими штучками фламинго. Кто в курсе, я их собираю. В этот раз подарила еще одну сумку, тоже с кучей всего фламинго. И в том числе вот такую вот подушечку с фламинго. Очень прикольную для таких, как я, кто постоянно ездит куда-нибудь. Янин подарок я, к сожалению, уже распаковала, потому что там была куча всяких прикольных штучек с фламинго. И я хотела ими пользоваться уже прям вот сразу, как только это увидела. Поэтому вот некоторые прикольные вещички, которые были в том подарке. Спасибо большое, Яна. Какие-то подарки теряются, что-то выпадает из пакетов, что-то доходит до меня вот только в таком вот виде. Например, вот эти вот два прикольных покемона. Я не знаю, были ли они в каких-то подарочных сумочках или нет. Вот такие вот отчетечки. И, кстати, не только вот такие милые штучки мне прислали, но еще и вот такие вот солнечные очки. Это какой-то, наверное, прикол. Вот такой вот кошелечек с фламинго, еще один кошелечек с фламинго, набор для ногтей с фламинго. Значок, я так понимаю. Вот такое прикольное няшное зеркальце, блокнотик, линеечка, вот такая самодельная сумочка. Прикольный вот такой вот леденец-сердечко. Открыточка с пони очень милой. Вот такой вот медвежоночек. Блокнотик счастья в мелочах. Очень прикольные милые магнитные закладочки. Такие вот такие вот игрушки-медвежатки. И еще вот такие вот стикеры с фламинго. И мне очень приятно, что ребята дарят мне что-то, что мне 100% понравится. Кстати, ребят, сегодня на моем канале Animagic тоже вышло видео, и я очень старалась для вас сделать его классным, интересным. Поэтому потом обязательно сходите, посмотрите и поставьте ему лайк. Ссылочка будет внизу. И на канале моих говорящих питомцев Magic Pets тоже ролик. А мы сейчас начнем распаковывать самую большую коробку. Вот такую вот красную, блестящую, с бантиком от Марты Изумрудовой. Пока я открываю, вы можете в комментариях, например, написать, какой подарок вас больше всего порадовал в жизни. Что последнее вам дарили. И вообще, как вы относитесь к подаркам. Я вот, например, очень люблю дарить подарки, именно придумывать. Даже, наверное, иногда больше, чем получать подарки. Хотя нет, кто не любит получать подарки? Все-таки ребята решили поучаствовать в распаковке. Здесь вот такая вот большая коробка Рафаэла. Это для меня конфетки. Ну, я понимаю, почему Софише так активно. Игрушка вот такая вот для кисы Алисы. И, конечно же, очень много вкусняшек для собак, для кошек. Вот, поэтому Софи так активно реагирует. Мячики, конечно же, здесь. И Софи просто не может удержаться. Книга «Уличный кот по имени Боб Джеймса Боуэна». Вот такие вот конфетки «Вдохновение». Для Рики, конечно же, вкусняшечки не забыли. Самые разные сладняшки для меня. Письмо и вот такой вот самодельный блокнотик с фламинго. Марта пишет, что она очень любит нас смотреть. Не пропустила ни одного ролика. Больше всех любит Эйвена. И советует прочитать книгу, которую она мне прислала. Я, к сожалению, не смогу зачитывать все письма полностью на видео. Потому что они могут быть слишком длинными. Но, конечно же, в жизни, вне видео, я все эти письма прочитаю от начала до конца. И точно так же я не успею в одном ролике распаковать все это количество посылок. Поэтому я беру абсолютно случайные. Это достаточно такая тяжелая. Вот такая вот яркая цветная коробка. Оформленная в прикольном стиле. Такие типа стикеры тут. Еле-еле ее расклеила. И там еще было огромное количество ваты. Я ее всю повытаскивала, потому что это было очень нереально. Здесь вот вопросики на AskMagic оставляю. И личное письмо. Но я пока нигде не нашла, от кого этот подарок. И я, ребята, поняла, почему эта коробка такая тяжелая. В ней мои собаки сделаны из керамики своими руками. Я должна показать вам это близко. Сейчас всех достану. Киска Алиска и даже хомячок Рики. Киска Алиска вот с такими вот прикольными клубочками. Они реально тяжелые игрушки керамические. И все мои песики, они такие тяжелые. Прям с руку размером. Эйван. Софиша вот такая вот в лежаночке. Покемон Юмичу. Очень классная такая ушастая в костюме покемона. И самая большая собачка это Мишаня. Она прям реально огромная. Мишка, смотри. Мишка даже прийти решила. Да, Мишань, это ты. Сделала Мишаню самой большой, потому что она мне очень-очень нравится. Софиша уже утащила мячик с подарка. И здесь еще был вот такой вот ошейничек. Очень круто. У меня просто нет слов. И безумно обидно, что даже в личном письме нету имени, кому сказать огромное спасибо за такую красоту. Точно так же удивила девочка Ева. Вот в такой вот красивой коробочке были мои хомячки реки Лаки. И тоже все мои питомцы. Сделанные только чуть-чуть поменьше размером. Я вот выбрала пакет, который привлек мое внимание. Он вот такой вот нежно-розового цвета в горошек. И такой прям набитый. Тоже очень большой. Сейчас посмотрим, что там. В нем лежит вот такая вот большая подушка. Плотная такая с фламинго двумя белоснежная. Не знаю, видно вам или нет, потому что она в такой вот блестящей упаковочке. Новенькая. Спасибо огромное. В мою коллекцию. Здесь лежит еще вот такой вот мишка. Написано нажми. И хмурый день, и темные ночи. Ты для меня как солнце цвет. Меня просто приколола реакция Софии на мишку, поэтому я еще раз включу. Она не понимает, почему он разговаривает. Вот такая вот игрушка для киски Алиски здесь в пакетике. Еще один вот такой вот мячик собачий. Куча собачьих лакомств. Еще одна вот такая вот игрушечка. На пищалочку сразу прибежали Юми с Софией. Это их любимая тема. Все, как я люблю. Блокнотик с фламинго, мармелад, спиннер. Еще пакет с кучей всего. По всякие мелочи, сладости. И, к сожалению, путаница снова. И письмо от Лены, которая 11 лет из Москвы. И Виолетты, которой 12. И у нее собака Ася и кошка Лиза. Я не знаю, девочки. Либо это был ваш совместный подарок, либо они попутались. И это вполне реально, потому что здесь много что перепутано. Кстати, сам педшоп, кроме цветов, конфет, таблички, красивые, очень лучший блогер Анимэджик. Подарил мне тоже вот там вот два таких вот подарочка для моих питомцев. В том числе там есть вот такой вот классный туннель для кисы Алисы. Мы обязательно его опробуем. И мне сейчас пришла вот такая идея. Как вы смотрите на то, что я выберу какие-нибудь из всех посылок, когда все до конца распакую, товары для животных. И сделаю на них какой-нибудь интересный обзор. Этот пакетик я выбрала, потому что он чем-то вкусным пахнет. Не знаю чем, но в нем лежит вот такой вот прикольный в наших цветах бирюзово-розовый туннельчик кошачий. А еще тут вот такая вот прикольная одежечка, такой свитерочек для кого-то маленького. Влезет только разве что на Юмичу, и то будет маловато, но спасибо большое. А вот это Юмичу уже будет как раз. Это костюм, я так понимаю, какого-то жирафа розового или единорога. Я тут уже то ли приоткрыл, то ли просто сжалась пачка лакомств. Вот такая вот кружечка в Эджик Фэмили, чтобы с собой водичку, чаек, кофеек носить. Розовая платьица с джинсовой юбочкой. Вот это, кстати, может быть как раз Софиша. Милое розовое полотенчико в виде вот такой вот пироженки. Лакомство для собак, игрушка для киски Алиски. Вот такая войлочная резинка с мелочами. И письмо. Привет, меня зовут Полина, мне 13, я очень люблю тебя, твой канал, твое творчество. Я живу в Костроме, и мы едем к тебе на поезде сейчас. Нам еще 5 часов ехать, надеюсь, ты прочтешь. Спасибо за хороший и полезный контент. Ты молодец, что спасаешь животных, открываешь им новый сказочный мир, они обретают любимую хозяйку. Офигеть, Полина из другого города приехала. Я очень надеюсь, что я с тобой сфотографировалась. Просто подарки отдельно собирали. В общем, спасибо тебе большое. Вот мне приглянулся пакет с какими-то жуками, а написано, что это Ульяна Чернова. Там вот такая вот игрушечка новая для киски Алиски. Баночка удачи, пряник. Для меня вкусненький нашивка на одежду фламинго. И очень стильный, классный такой вот черно-салатовый кошелек в виде кошачьей головы. Софиш, ты хочешь покушать? Нашла такую увесистую, прям сиреневую коробочку. Сейчас посмотрим, что в ней. Первое, что я увидела, это вот такой вот длинный, прикольный, мягкий карандаш полосатенький. Даже киса Алиса пришла посмотреть, что же в этой коробке такого. Вот такой вот блокнот. У меня на это лето есть отличные планы. Написано, чтобы я писала сюда свои планы. Ярослава. Очень классных блокнотов фламинго. Еще вот такой вот няшный и очень такой прям качественный классный блокнотик. Киса Алиса там что-то учуяла. Там какой-то шарик. Она его весь уже облизала. Это мятный шар для кошек. Алиса, что происходит? Алиса, она до сих пор думает, что он там. Этот запах сводит ее с ума. Очень няшный вот такой вот пенал, типа в виде бутылочки шампуня с кактусом. Классная записная книжка тоже с фламинго, еще и с ручкой. Игрушка-лягушка. Софиша сейчас ее приберет к своим лапам сразу же. Маленькая радость для меня это вот такой вот прикольный брелок совушка. Для моих собачек и мячик игрушка для киски Алиски, которая, видимо, в трансе в каком-то находится сейчас. Хотя, Алис, для тебя тут тоже лакомство есть. Да. Отдельная коробочка сладняшек для меня. Спасибо Ярославе за пополнение моей коллекции всяких няшностей. Я увидела простой белый пакетик, на котором нет никакого письма. Зато там есть вот такие вот три прикольных пряничка, два кроличка и пироженка. И самое главное, это вот такая вот игруха фламинго. Там торчала в этом пакете такая большая. Вот взяла какой-то пакетик. Его пытались, видимо, перевязать розовой ленточкой. Нарисованный котенок и щеночек. Маленькие сладости скажут больше тысячи слов. Это мармелад. Ух ты, очень классный, стильный. Я думала, это блокнот. Это какое-то, это зеркало. То есть ставить его нужно. Очень прикольный рисунок. Девочка в кактусах. И это, оказывается, такое как бы зеркало на подставочке. Класс. Прикольно, кстати, нарисовано. Меня зовут Маша. Мне 12 лет. Спасибо, Маша. Письмо твое полностью обязательно прочитаю. Здесь еще вот такой вот прикольный зайчик. Очень стильный. Такая игрушка. Хендмейт, я думаю. Медвежонок прикольный. Резиночка для волос. Теперь мне их можно присылать, потому что волосы отросли. Вот такой вот леденец. И какашечка. И написано на ней твоим хейтерам. Такая вот милая какашечка очень для хейтеров. Написано, Энта я слепила сама. Может быть, это в честь моей золотой рыбки, которая у меня в детстве была. Его Патрик звали. Очень классный рисунок. Даже муравьев нарисовала, хотя в письме написала, если не понравится, скажи на видео, я не обижусь. Понравился, Алиса. Милый пакетик, на котором написано Саша Котик. Там такая открыточка, сердечко написано. Меня зовут Саша, у меня есть кот тоже. Ему 11 лет. Я очень люблю все твои каналы. Ты очень красивая и добрая. Ух ты! Две космических ручечки и вот такой вот фламинго. Игрушечка мягенькая. Шоколадочка. Горький Риттер Спорт. Спасибо. А для пупсиков вот такой вот прикольный японский тапочек розовый. Сакиша уже его хочет у меня отобрать. Держи. Держи. Указка для киса Алисы. Кстати, помните, с ними нужно быть аккуратными. Играть с питомцами, потому что этот инфракрасный свет может в глазки попадать. И вот такие мячики для всех. И вот такой канать. А Юми стащила фламинго. Фламинго не для тебя, Юмичу. Нет, это мне игрушка. На мою полку. Ребят, объясните человеку, неразбирающемуся, что вот это такое. Оно плоскенькое и раскладывается. Подставочка для телефона или... Или я уже устарела совсем. Четыре разных одежки, банданка и вот такой вот чехол для карточек фламинго. Не поверите откуда. Это было вот в этом пакетике. Я его заметила, потому что на нем написано Брянск. И там было вот такое вот напечатанное письмо. Меня зовут Арина, я из города Брянск. Мне 12 лет, я была у тебя на фестивале Питшоп Дэйс. Ты мой любимый блогер, я хотела бы подарить тебе подарок. Арина, я просто в шоке, что ты приехала из другого города. Я очень надеюсь, что мы с тобой сфотографировались. Просто я не могу запомнить всех, но я очень стараюсь запоминать лица и имена постоянных мэджиков. Вот такой большой пакетик с лошадкой. Написано Аня от Лены из города Долгопрудного. Тут очень много всего, ребята, и очень много всяких мелочей. Я покажу вам лишь то, что вот основное. А этот подарок отличается тем, что тут очень много всего для моих питомцев. Помните, когда-то я распаковывала подарки, и там практически ничего не было для меня. Типа мне один блокнотик, а собакам много-много игрушек. А теперь мы практически сравнялись. У меня теперь примерно столько же вещей, сколько у них. Вот эта игрушка для моих собак великовата. Я уже не раз говорила, поэтому она либо в приют поедет, либо пойдет кому-нибудь из крупных собак. Вот такая вот розовая сиреневая шлеечка. Очень прикольная, мне кажется, она для кисы Алисы будет как раз. Игрушечка для киски Алиски. Тут даже написано, это вот такая вот мышка. Еще одна прикольная игрушка для собак. Такая вот пищалочка яркая, цветная. Банданка голубенькая, очень классная. Вот такое вот кольцо грызть. И громкий вот такой мячик. Софиша за ним сейчас по-любому прыгнула. Вот такая вот одежка, платьюшко для кого-то из девочек. Розовенькое тоже. Еще один цветной вот такой вот мячик. Он больше кошачий, но мои собаки, так как они маленькие, они очень любят ими играть. Но Софиша точно должна пойти его искать, хотя это достать будет невозможно, если он куда-то провалился. А все остальное, это вот всякие разные такие вот игрушечки для меня и для канала Magic Pets. Алиска там, кажется, кошачью игрушку где-то нарыла и пытается там атаковать ее как-то. А у меня вот тут есть две коробки. Это прямоугольная коробка, очень большая. И вот такая вот тяжеленькая розовая, квадратная коробочка. Какую бы открыть? Предлагаю начать все-таки с черной коробки. Сразу вижу здесь вот такую вот большую черно-розовую игрушку. Я боюсь, что собаки не осилят такое носить у меня. Вкусняшка для кисы Алисы. Мешочек сладостей для меня. А также три вот такие вот игрушки. Такая лягушка, бейсбольный мяч и еще одна лягушечка. А все остальное вкусняшки. Я прочитала разные самые записочки, которые были в коробке. Частично здесь подарки для моих собак, а большая часть это собакам из приюта. Я очень скоро собираюсь поехать в еще один приют. Здесь в Калужской области находится. И повезу туда самые разные подарки для собак. Что-то из ваших посылок, подарков, когда вы дарите и говорите, что это в приют. Точно так же я туда добавлю свои какие-то покупки полезные для приюта, еду и так далее. И мы постараемся с моей командой помощи с канала Magic Family Help добавить туда средства какие-то денежные, отвезти в приют. И подарок этот был от Марии Никс. Спасибо тебе большое за то, что ты внесла свой вклад в помощь бездомным животным. Это очень круто. Не надо отдавать там все свое последнее, забирать у родителей. Но когда вы проявляете эти эмоции любви и заботы о кошках и собаках, это очень круто. А я предлагаю вот эту коробочку нам открыть с моими песиками от моей тезки Ани. Вот такая вот игрушечка. Мячик. Конечно же, Софи уже хочет его забрать. Еще один наборчик мячиков для Ивасика. Да, Ивась, ты у нас любишь мячики. Но нет, говорит, тут все-таки поинтереснее есть в коробке. Лошадка очень прикольная. Софиша, ты хочешь оторвать голову лошади? Не надо, зачем? Эту лошадку я повешу куда-нибудь. Ребят, я знаю, что вы в курсе всех модных тенденций. Напишите, пожалуйста, мне, что вот это такое. Мне уже не первый раз таких монстриков с открытыми ртами присылают. Что там происходит вообще? Попаю-мечу такая... Конечно же, лакомство для песиков. Мячик, игрушка, я думаю, больше для киски Алиски, чем Софиша стоит. На задних лапах лишь бы ей дали и сесть готова, и делать, сделать все, что угодно за этот мячик. Но, скорее всего, все-таки это игрушка для Алисы. Зато вот, Софи, для тебя есть вот такая розовая звездочка. Она так нехотя ее взяла, хотела тату-игрушечку. Для меня здесь есть вот такие вот носочки. Котики, какая милота! Я вообще не поняла, что это, а сейчас я увидела надпись складная миска. Интересно. Мы с моими ребятами очень много путешествуем, и штука реально классная. Я ее оставлю на обзор. Так, прикольное мыло. Софиш, это мыло, ты же не будешь его есть. Косметичка для меня. Луку из роз. Вот такая вот целая упаковка. Я обязательно попробую. Красивый карандашик. И куча всяких мелочей для канала Magic Pets. Эйвен как-то вот пытается разобраться с этой большой розовой штукой. Решил все-таки ее присвоить. Утащил, осилил. Я решила, что пусть это видео будет очень длинным, но я хочу открыть все-таки побольше подарков, чем обычно. И вот я взяла вот такой вот красивый цветной пакетик. Яркий он такой вот с перышками. Пустой белый конверт. Не написано от кого. Привет, Ани Мэджик. Ты мой самый любимый блогер. Особенно мне нравится твой клип Magic. Я его смотрела раз 10. Мне очень нравятся твои животные. У меня есть собака-юркширский терьер по кличке Шерри. Она тоже смотрит тебя вместе со мной. Ей будет один год, 15 июня. Я планирую сделать для нее тортик, как ты делала на своем канале Magic Family. И имя, имя где? Здесь у нас есть вот такой вот красивый мишка. И еще один красивый мишка, такой вот на букетике. Целая коробка новая абсолютно. Феррера, Роше и Рафаэлло. Это очень такие недешевые конфеты. Даже я себе, ребят, такого не позволяю. Спасибо огромное. Вопросы разные для разных моих каналов на Аски специально пойдут. И полный пакет самых разных игрушек для канала Magic Pets. Вплоть до вот таких вот троллей коллекционных. Красивый блокнотик с собачкой. Доставать не вижу смысла. Они все очень маленькие. Спасибо огромное. Но в следующий раз, пожалуйста, пишите имена, чтобы я могла сказать спасибо. Хочу сказать спасибо Арине за ее подарок. Самое главное в нем и шокирующее было. Это вот такая вот красивая коробочка, в которой сервизик маленький с чашечками и блюдечками. Мне такой первый раз в жизни дарят, ребят. Это реально уже такая подготовка к Magic House. Я уже очень хочу переехать, и это было прям неожиданно. Трясцы на Настя. Очень прям обожаю, когда моим собачкам, таким маленьким-миленьким, дарят прям подарки подходящие. Под них игрушки я имею в виду. Здесь лакомство. Целых четыре пачки. Три. И вот такие вот просто миляшные игрушки. Для маленьких гигви, они реально мне все всегда нравились. Они до сих пор все целые, не испорчены. Вот такие вот прикольненькие. И вот такой вот барашек розовый. А для меня вот такой вот брелочек, очень стильная девочка. И вот такая вот штучка. Офигеть! Это игра, которую надо носить с собой, если тебе скучно, вместо того, чтобы сидеть в телефоне. Очень классно, спасибо. Самодельная открытка от мальчика Ильи. И вот такой вот парень написал мне письмо. Я его сейчас полностью прочитаю. Самое главное, что я его теперь, любимая блогерша, подарил моим собачкам вот такие вот игрушки. Ее Мичу уже хочет забрать. Вот она очень любит такие большие тканевые длинные игрушки, таскать их в свои штабики. Еще вот такой вот мячик и вот такую вот таксочку. Софиш так смотрит. Ты, если хочешь, я тебе дам, Софиш. Нет? Я не обделяю вниманием какие-то простенькие пакеты, и в том числе вот такие вот испорченные подарки, которые порвались при переезде. Я думаю, всем же хотелось, чтобы их подарок открыли. И это пакет от Екатерины Камыниной. Киска Алиска там лежит, и это ее реально любимые игрушки, вот эти вот удочки с перьями. Она просто от них сходит с ума намного больше, чем от любых других кошачьих игрушек. Очень классный ежик из шмешариков. Такой прям миляшный. Спасибо большое. Для пикника. А что это такое? Написано, что это аккумулятор холода. Это вот такой вот арбузик. Надеюсь, вам видно. Я так понимаю, его нужно положить в холодильник. Он такой мягенький, как бы гель у него внутри. Он, наверное, замерзнет, и можно будет охлаждаться об него. Ребят, мне иногда кажется, что у вас вот реально-то все есть. Вот все есть. Того, чего у меня не было, нет и, возможно, не будет никогда. Что вы только не придумываете. Вот такой вот красивенький, блестященький, голубенький блокнотик. Печенюшки. Это всегда мне пригодится. Я сладкоежка, признаюсь. Познаюсь, мне уже все мэджики всегда присылают. Я нашла вторую половинку. Я знаю, от чего это. От шерсти. Антистрессик такой вот и игрушечки для канала MagicBets. Для киски Алиски. Очень милый блокнотик с совушками. Вот такой вот чехол с жирафом для телефона. И lip color. И шерсть у меня на одежде Катя замечает. И то, что губы у меня бледные, мне тоже постоянно пишут. Ну, я вот, он очень уж очень яркий. Я его использую на канале Анимэджик. Я как раз там изменения стиля собираюсь себе делать. В общем, я тут чуть-чуть разгреблась, чтобы нам было где ходить. Хоть мне как-то двигаться, потому что очень тесно. Еще и очень жарко. Белый пакетик белоснежный. Алены Синявской. Алена тут нам передала штук пять, наверное, упаковок кошачьего и собачьего корма. Я думаю, она не обидится, если они переедут в приют. Потому что все знают, что мы кушаем платинум корм. Так жалко эту бумажку рвать. Как-то ее надо аккуратно очень открыть. Эту бумажку с фламинго. Она нарисовала тут вот такой вот рисунок меня и моих питомцев. И написала, что ее подружка Наташа не смогла прийти. Аленочка, спасибо тебе. От нее вот такие вот две очень классные тетрадки с кисками и с фламинго. И вот такая ручечка. Почему я обратила внимание на вот этот пакет? Нет, не потому что он большой, а потому что он черный. Мне так стало интересно, кто положил подарки в черный пакет. Это как черная коробка. Здесь целая упаковка корма. Мы, к сожалению, такой корм не едим. И поэтому, ребят, он обязательно поедет в приют другим собачкам. От Таисии Шандровской. Во-первых, тут была очень красивая в моем стиле, как я люблю, цветочная такая вот папочка. Это именно в черном пакете. Также тут была игрушка котик вот такой вот цветной леопардовый. И что это? Мама. Я реально перепугалась, ребята, это, блин. Я думаю, про это нужно обязательно снять отдельное видео реакцию животных на это. Только не показываю им и не говорю. Пусть они потом это увидят. Я сама реально испугалась, оно как живое. Коробочка зеленая. Вот напишите, ребят, свое отношение. Как вам больше нравится рвать вот эту вот бумагу, раздирать так как в фильмах? Или аккуратненько распаковывать, чтобы потом использовать? Очень прикольный вот такой вот блокнотик. Эко-ручка. Хм, интересно. Я должна это попробовать и потом вам рассказать, например, где-нибудь в инстаграме. В письме написано, что девочку зовут фигурина Таня. Приветик тебе. Самодельные бомбочки. Для ванны. Надеюсь, они тоже экологические. И гирлянда фламинго. Очень прикольно. Из Киолиски понравилась твоя гирлянда, она пошла ее разглядывать. Мой маленький олень лежит пузом кверху, такой, типа, ааа, жарко. Мечу сейчас пирожочек. Вот это то самое состояние, когда Юми пирожок. Чей крокодил такой? Ну, конечно же, покемон крокодила себе заберет. Кто же еще? О, жадина говядина в попе шоколадина. Кружка вот такая вот просто сумасшедшая, яркая, оранжевая, такая прям вырви глаз. Не знаю, видно ли это на видео, но она прям как неоновая. Конфетки Тофи. И лакомство для песиков. Вот такая вот кофточка для кого-то из песиков оранжевенькая. Я умею жонглировать мячиками. Держите, ребят. Держите, ребят. Это, правда, часть моей жизни, самая, наверное, большая часть. И это очень трогательно. Я вас очень люблю. Передать привет моей самой-самой лучшей подруге Кате Лукичевой. Привет, Катя. А не написано, как тебя зовут? Да что ж такое? Почему вы перестали писать, как вас зовут? Что сегодня за день такой? Когда я увидела этот пакет среди всех пакетов, я просто, ну не могу же я его не открыть для видео в распаковке. От Чикалиной для AnyMagic. Это тот же человек, кто кинул мне ангрибер. Вот такой вот подарок. Полотенчика синенькое вот такое вот для Юмичу написано. Пахнет очень вкусно. Покемончик вот такой вот еще один. Карандаш с ластиком. Что это за магазин, где вы все там закупаетесь? Рассказывайте, давайте. Очень классные фиолетовые пенальчиков, пенальчики. Самые разные кисточки для макияжа. Ничего себе, ты не пожадничала. Я еще куда этот пакет брала? Я не понимала, что это такое тяжелое. Пакет мы опустошили почти, там еще что-то выпало. Арома свеча. Вкусняшки для Рики, для моего хомячка. Блестки для слайма и сам слайм. Игрушка и лакомство для киса Алисы. И, блин, капец. Это целая огромная гигантская коробка с лизуном. Какая же она смешная. Говорила вам, ребят, пожалуйста, запаковывайте подарки очень хорошо. Иногда я не сама их забираю, их доставляют. И доставщикам порой, ну, все равно просто, как они доедут. Все остальное, если вам будет интересно, я продолжу распаковывать на стримах. Переходите по ссылкам на новые видео на других моих каналах. И увидимся скоро в новых роликах.